Братья Смерти SCP-049 в Чумном Докторе В описании я оставлю ссылку на видео про Лагаду, я буду на неё часто ссылаться, так что если вы не знаете, что это такое, рекомендую посмотреть Однажды где-то в Англии полиция обратила внимание на странного, бродящего по улицам человека в костюме Чумного Доктора Попытка задержать его привела к небольшой локальной катастрофе, что привлекло агентов SCP Они в свою очередь смогли справиться с существом и доставили его в одну из секретных зон, где обозначили свою находку как объекта SCP-049 В ходе изучения объекта стало понятно, что существо перед ними непростое Костюм Доктора вместе с маской являются неотделимой частью его тела Также внутри себя он оказался способен создавать сумку с медицинскими инструментами При этом сканирование его тела показало, что до момента извлечения сумки она просто не существует Главным же свойством Чумного было то, что люди, к которым он прикасается, моментально умирают Тогда доктор и создаёт свою сумку с медицинскими приспособлениями Какое-то время копается ими в трупе и тот оживает, становясь типичным в общем-то зомби На допросе существо заявило, что таким вот образом лечат людей от поветрия Поначалу может показаться, что объект в общем-то довольно простой Однако для того, чтобы разобраться в его способностях и намерениях, а также узнать его предысторию Забраться в лор SCP надо довольно глубоко, так что начнём издалека Одним прекрасным днём сотрудник SCP пришёл на работу в одну из зон И там у входа увидел нечто, что поначалу принял за женщину При ближайшем осмотре сотрудник понял, что перед ним фигура Сделана из материала, похожего на силикон или мягкий пластик Ещё более удивительно было то, что фигура заговорила с человеком и оказалась вполне разумной Она сообщила, что прибыла сюда по приказу своих создателей, для того, чтобы храниться в качестве объекта Объект получил номер SCP-032 При исследовании у объекта было найдено опасное свойство Находящиеся поблизости живые организмы испытывают на себе неизвестный аномальный эффект В результате чего погибают Эффект по какой-то причине не действует на человека, а также на выведенных искусственно существ То есть убивает только дикие растения и животных Так как объект оказался говорящий, то был проведён допрос Объект сказал, что его создали и отправили сюда некие могущественные существа Для того, чтобы принести страдания кому-то, кто одержал над ними победу Этот кто-то ещё неизвестен фонду, но обязательно в нём окажется Также существо утверждает, что оно является копией жены этого будущего пленника фонда Но кто эти таинственные создатели? И кому они так хотят отомстить за поражение? Спустя шесть месяцев исследований фонд не нашёл никаких ответов и снова допросил существо И снова Вану рассказало только то, что её создали некие братья Впрочем, ответы сами пришли в фонд SCP Точнее, по пути на работу у к научной сотрудницы одной из зон Подошёл старый человек и попросил помощи При этом он показал удивительно обширные знания по поводу работы организации Человека привели в комнату для допросов Однако интервью не состоялось В учреждении SCP, куда привели старика, случилось сразу несколько аварий И нарушение условий содержания Стало не до него Так происходило во всех местах, куда приводили странного гостя И допросить теперь же объект SCP-1440 под кодовым именем Старик из ниоткуда Удалось только с четвёртого раза Тогда он успел рассказать свою историю Из короткого диалога, который случился в участке 142 Прежде чем там всё начало разрушаться Стало понятно, что дед смог обыграть в карты саму смерть Явившуюся к нему в виде трёх братьев Эти братья наложили на него проклятие Действие которого заключается в том, что всё вокруг него разрушается Ломается и умирает Фонд так и не смог разработать эффективные условия содержания Так что SCP-1440 теперь бродит где-то по пустыням И просто избегает контакта с людьми и цивилизацией Это были оба объекта, известных фонду SCP, связанных с братьями смерти Других нет Зато есть множество рассказов Из них мы узнаём, что три брата смерти упоминаются в различных мифах мира SCP Например, одна из версий появления потустороннего города Алагады Говорит о том, что некий древний царь когда-то брузил вызов Трём братьям, желая стать бессмертным Те предложили выиграть бессмертие в трёх играх В картах, в шахматах и в соревнованиях в метании И во всех царь проиграл Тогда братья прокляли и самого царя, и его город И так и появилась Алагада В этом же мифе упоминается, что первый брат смерти это некий китайский духохранитель Второй это Яма, индуистский бог справедливости и смерти И третий это Кшити Гарбаха Почитаемый в буддизме персонаж Отвечающий за спасение живых существ В другой легенде говорится, что все три существа появились в самом начале существования мира Смерть всеобщая, смерть великая и смерть малая Вышли из первородного хаоса Хотя в одном не очень популярном рассказе написано, что существо на самом деле одно Просто аспекта три Ну да ладно Так или иначе, это было даже до того, как хаос выплюнул из себя Алого Короля Но в отличие от него, братьев смерти не интересовало происходящее в мире живых Все, что они делают, это висят где-то над бездной миров И собирают свою дань в виде всех погибающих во всех вселенных существ Однако, когда они что-то все же делают Это всегда приводит к коренным изменениям в мире Например, однажды они обратили внимание на какое-то божество Которому решили помочь, сделав его тем самым змеем Хозяином библиотеки странников В другом случае, описанном выше, они фактически создали Аллагаду Просто чтобы наказать вечными муками вне времени повешенного короля Да, повешенный король хоть и правит ужасным потусторонним городом Населенным существами невообразимой силы Но тем не менее постоянно страдает И вот, когда они в третий раз обратили внимание на мир как таковой Они создали аномалию, известную как SCP-1440 Однако их вмешательство никогда не касается только лишь одного существа Они всегда коренным образом преобразуют реальность В общем, старик из ниоткуда связался с довольно могущественными сущностями Но как же так вышло и к чему это приведет? На этот вопрос отвечает довольно атмосферный рассказ Троекратна В рассказе мы возвращаемся к SCP-1440 Когда он спрятался от людей вдалекой от любых поселений пустыни И все, что ему остается теперь, это предаваться воспоминаниям Главный из которых это его смерть Старик вспоминает, как он погиб на одной из древних войн Одну из тех, которую, возможно, и не вспомнит никто И вот он, уже на той стороне границы жизни и смерти Не смирился со своим концом И бросил вызов самой смерти На вызов этот ответили три бесформенные фигуры Которые, как и в случае с повешенным королем Предложили сразиться в играх И на этот раз каким-то непостижимым образом умудрились проиграть Проигравшие братья смерти указали душе солдата на выход Обратно в мир живых Однако этого человеку показалось мало Он захотел больше Он решил выиграть вообще все, что можно в мире И сыграл еще раз А затем еще раз Пока не забрал у божественных существ Все их ценнейшие артефакты А именно чашу Даже самая маленькая капля воды из которой Делает здоровыми самых безнадежных Колоду тех карт, которыми шла игра на судьбы мира И мешок, из которого не может выбраться даже сама смерть Если туда попадет Третьей ошибкой будущего SCP-1440 было то Что он растратил могущество первых двух артефактов В целом довольно бездумно С одной стороны он спасал людей вокруг Останавливал войны и катастрофы С другой он использовал эти вещи так часто Что потратил их силы Увидев, что сила двух сильнейших артефактов Этого человека иссякла Братья наложили на него страшное проклятие Из-за которого Хоть сам он и остается бессмертным Но все вокруг него рассыпается и умирает И теперь все, что ему остается Это вечно сидеть в своей пещере посреди пустыни Со своим мешком В который бы он мог поймать даже саму смерть Но как он ее поймает, если теперь он сам ей окружен Со временем проклятие становилось только сильнее 1440 в какой-то момент уже даже не мог взять в руки вещь, созданную человеком Она тут же разрушалась Столетию он будет сидеть в своей пещере Проклятый двумя братьями Смертью малой и великой Однако настанет время И бессмертного деда проклянет и смерть всеобщая Это будет означать, что он останется последним живым существом в своем мире Вероятно, последним живым организмом Но непригодный для жизни планете Кстати, забавный факт Силу мешка он потратит на то, чтобы уничтожить медальон Брайта И освободить его от страданий И когда это произойдет, с измученным стариком наконец заговорит третий брат И дарует ему прощение и избавление от проклятия Спустя тысячелетия представители инопланетного разума Обнаружат полностью безжизненную стерильную планету И начнут использовать ее в качестве полигона для своих экспериментов Это, конечно, случилось только в одном из миров Насытившись страданиями деда в одном измерении В других братья его простили В одном из них они оставили его в полуразрушенном умирающем мире Что дает старт небольшой, как это часто бывает, незаконченной серии рассказов Про очередной постапокалипсис под названием «Мир волков» А в других мирах проклятия, возможно, и не было вовсе Кроме двух упомянутых объектов с братьями смерти Связаны некие дети курганов В те времена, когда по Европе ходила эпидемия чумы Некоторые из чумных докторов, роясь в горах мертвых тел Приобретали некую мистическую связь с братьями смерти И превращались в нечто, отличающееся от человека Получив свое откровение, они начинали проводить страшные медицинские эксперименты Похожи скорее на изощренные пытки С понятной только им самим целью Один из них даже научился делать из своих пациентов живых мертвецов Он еще будет называться SCP-049 Впрочем, он пройдет свой долгий и уникальный путь И станет единственным в своем роде существом Другие дети курганов приходили к иным результатам Например, была такая, которая делала людей невосприимчивыми к боли Удаляя саму концепцию боли из человеческой природы своих пациентов Или, наверное, правильнее сказать, жертв Другой научился полностью удалять саму личность Тех, кто попадал ему на операционный стол Считая, что суть болезни именно в этом Впоследствии он настолько продвинулся в своем искусстве Что мог редуцировать человеческое существо до одной лишь пустой концепции человека И хоть дети курганов довольно сильно отличаются друг от друга Когда-то им суждено вновь собраться вместе, чтобы завершить свою миссию Однако, как это будет, неизвестно История эта осталась недописанная автором Так или иначе, в конце времен Три Брата Смерти прошествует над умирающим миром Ведя за собой армию всех когда-либо умерших существ Поток мертвецов снесет библиотеку странников Иологаду и все другие миры Они разорвут Алого Короля А измученное тело повешенного скинут в бездну А затем наступит вечная тишина Таков будет окончательный конец света во вселенной SCP Однако вернемся во времена, когда до апокалипсиса еще далеко И в Европе бушевала эпидемия чумы Чумной доктор, известный до этого как хирург, обезумел от соприкосновения своего разума с братьями Смерти Копаясь в очередном чумном трупе, он вдруг понял Как исцелить пациента И пациент встал и пошел Так он бродил по земле и поднимал умерших от болезней из мертвых Как и старик из ниоткуда, чумной доктор нес с собой проклятие братьев Смерти Везде сие хаос и ужас Но в отличие от старика не понимал этого Он думал, что творит благо Он считал, что дарует людям окончательное исцеление Но куда бы он ни шел В нем видели врага и монстра А в орде живых мертвецов почему-то отказывались видеть исцеленных больных Все это бесконечно оскорбляло доктора Ведь он считал, что борется с мором и поветрием за будущее человечество А потому он брался за работу с удвоенной силой Путешествовал он не один А с несколькими другими детьми курганов Такими же безумными отмеченными братьями Смерти бедолагами, как и он сам Впрочем, вскоре ему предстояло с ними расстаться Ну, как вскоре Вообще, судя по датам, в разных рассказах он путешествовал около трех сотен лет И еще около ста лет был пленником организации мореплавателей Собирателей аномальных диковин «Необычный груз» Пока в один прекрасный день, где-то в конце 18 века, доктора у тех не похитили Отойдя от сильного снотворного, доктор очнулся в пахнущей лавандой роскошной комнате Будто бы какого-то мрачного готического дворца Там его уже встречали три потусторонних существа Это, правда, были не братья Смерти, а сущности, известные как лорды в масках Аллагады Они и приказали своим слугам выкрасть доктора и принести его в потусторонний город Впечатленные свершениями доктора в мире смертных Лорды решили затащить его в свои политические интриги И сделать новым лордом страдания Для того, чтобы окончательно распрощаться со старым Выбран он был и потому, что он был отмечен братьями Смерти И потому, что страдает и несет страдания другим Чумной не принял предложение, ведь он-то видел все совсем иначе Однако он остался в Аллагаде Ведь именно в ней находились самые запретные знания И, возможно, лекарства от поветрия Его друзья, другие чумные доктора пытались его спасти И даже смогли найти путь в Аллагаду Но в итоге, похоже, просто пропали Сам чумный доктор два столетия бродил по искаженным улицам проклятого города В поисках ответов И за это время город успел оставить на нем свой отпечаток Настоящая маска чумного доктора превратилась в карнавальную фарфоровую И срослась с его черепом А разум его окончательно стал мешаниной Из несвязанных образов настоящего прошлого и будущего Время в самой Аллагаде это явление весьма условное Более неприятно, что доктор потерял свой дневник Служивший ему последней ниточкой Отделявший его от полного безумия Так что в итоге он почти стал очередной бледной тенью призрачного города Дневник этот вскоре нашелся у одного лондонского коллекционера аномальных предметов В викторианской эпохи Он смог открыть лондонскую алхимическую дверь Аллагады И там у какого-то существа по имени Треснувший В имени дневник чумного доктора Который у того вероятно был украден Вскоре после этого коллекционер совершил новую экспедицию в потусторонний город И встретил там самого хозяина дневника Совершенно безумного на тот момент Одержимого поиска своей книжки и всюду видящего поветрия Так бы наверное безумие поглотило доктора полностью Если бы черный лорд, тот самый против которого другие трое затеяли интриги Не обратил на него внимания Он вернул чумного его дневник Наказал вора, расправившись с Треснувшим А также дал много черной алхимической субстанции Необходимой для его экспериментов К доктору частично вернулся рассудок Но конечно же черный лорд Аллагады Сделал это не просто так Дело в том, что черный лорд был любимчиком повешенного короля И трем другим это не нравилось Потому черному нужны были любые возможные союзники А тут отмеченное братьями смерти существо Также отмеченное, как и сам повешенный король Отличная замена Однако видимо его план оказался не так уж хорош Черный лорд был побежден, убит И затоптан толпой Аллагадских монстров А его сообщники, чумные докторы Тот самый Треснувший были изгнаны Да, похоже, что черный лорд не убил Треснувшего А вселился в него Точнее в его маску А толпа чудовищ топтала лишь его пустую оболочку Так вот он всех переиграл Когда и где чумной снова появится в нашем мире не совсем понятно Есть вот несколько историй про его приключения на Диком Западе Но их трудно связать со всем остальным Так что будем считать, что это какая-то альтернативная вселенная Хотя где-то в Америке чумной мог сбежать от необычного груза Ну а посол Аллагады где угодно может появиться Так что приключения чумного доктора на Диком Западе не особенно чему-то противоречат Так или иначе изгнанный из Аллагады чумной доктор В итоге оказался где-то посреди современного Лондона Где был пойман агентами SCP И поставлен на содержание как SCP-049 Поначалу доктор воспринял свое заключение совершенно спокойно Проводя дни в своей камере И занимая себя хирургическими операциями с тем, что предоставлял фонд Однако вскоре смутное беспокойство начало одолевать его И он задумался о побеге Впервые он сбежал довольно легко В зоне 19 случилась какая-то авария И электронный замок двери камеры доктора оказался не заперт Ну а физическая сила доктора позволила ему справиться с дверью Побродив по комплексу он встретил SCP-3774 Аномальный разумный шпионский дрон фонда в виде комара Он был списан в объект из-за множества проблем в использовании SCP-049 вместе с таким помощником смог убежать из зоны 19 А дальше робот-комар привел его в пустующий дом Где когда-то жил некий человек, за которым аномальный шпион должен был следить Этот побег не продлился долго И доктор вскоре снова оказался в своей камере В какой-то момент на содержание попала SCP-035 Маска одержимости Которая дождалась первого масштабного нарушения условий содержания Чтобы сбежать и добраться до доктора И вместе им удалось убежать окончательно Снова опустившись в бега, доктор забрался аж в канадскую глушь Где скрывался ото всех почти 10 лет С 2009 по 2018 Пока не был пойман организации Маршал Картер и Дарк Организация предложила ему сделку Помогать в их мистических делах взамен на укрытие Маски и самого доктора от фонда SCP К тому времени доктор уже несколько отошел Из своего безумия И вполне адекватно оценил предложенную сделку Сделка, впрочем, эта доктору не особо помогла В том же 2018-м МОК фонда окружили небольшую церковь Около которой, по сообщению местных жителей, видели зомби SCP-049 обнаружился внутри и сдался без сопротивления Вообще, рассказов о побегах SCP-049 довольно много В какой-то момент он научился пользоваться картами доступа Открывающими двери в зонах фонда Отсюда и истории о том, как он посещает тот или иной объект Есть, например, целая серия рассказов о том, как чумной доктор сбежал из камеры содержания Только чтобы познакомиться с инопланетной формой жизни SCP-6118 Захваченной фондом в 2020-м году И истории на эту тему действительно много На сайте есть целая арка Про отношения чумного доктора и пришельца Вынесенная в отдельный хаб Причем текстов там, наверное, на целую книгу хватит Так у них там все серьезно И да, история чумного доктора Восставшего из горы чумных покойников И отмеченного братьями смерти Заканчивается тем, что он Устроил отношения с инопланетной формой жизни С мозливого вида неопределенного пола Как говорится, живите с этим Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok